С начала этого года в регионе зарегистрировано почти 60 сообщений об исчезновении детей. За прошлый год пропали почти 200 детей. Это сухие цифры, за которыми кроются бессонные ночи родителей, оперативников и волонтеров-поисковиков. Координатор волонтерского движения «Лиза Алерт» Владимир Турбин, увидев однажды в сети, сообщение о пропаже человека не смог остаться равнодушным и вместе с женой отправился на поиски. Он признается, когда пропадают дети, локализуются все силы. И не важно, день или ночь на улице. Главное – найти ребенка. Владимир в отряде уже три года. На его памяти дети пропадали не раз. С детьми у нас есть резонансные, конечно, случаи. Об этом все знают. Это поиск в Дягилево ребенка год назад, Паши Ларина. Вот недавние события с трехлетним ребенком на реке Пре. Тут хотелось бы отметить, что самая частая причина гибели детей в природной среде – это вода. То есть о чем нам эти случаи говорят. Обычно, если дети попадают в город, то это, скорее всего, бегунки, которые бежали из дома, не появились вовремя, которых мы ищем и успешно находим. В региональном следственном управлении работают следователи, которые занимаются данной проблемой. После того, как ребенка найдут, они выясняют, не было ли против него совершено противоправных действий. Вообще, за прошлый год таких данных зарегистрировано не было. Также не заведено ни одно уголовное дело по случаю пропажи детей. Часто бывает так, что ребенок сам уходит из дома. Большинство сообщений об известном исчезновении детей, которые были разрешены следственными органами, составляют заявление о самовольном оставлении несовершеннолетними детских специализированных учреждений. Так, по статистике, основной возрастной категории несовершеннолетних, которые неоднократно совершают побеги из детских специализированных учреждений, это подростки 15-17 лет. Основными причинами ухода несовершеннолетних являются конфликты в семье, также конфликты между свершниками, либо стремление детей к вольной жизни. Когда пропадает ребенок, следователи чаще всего обращаются к волонтерам за помощью, и тогда общими усилиями пропадавшего находят. Конечно, есть в таких поисках и свои особенности. Особенности, конечно, есть у таких поисков. То есть, ну, дети, эти дети, опять-таки, это определенные отношения к пропавшему, определенные действия, которые мы можем производить по отношению несовершеннолетнего. То есть, в процессе поиска мы получаем и передаем какую-то информацию от этих лиц. Закон защищает данные несовершеннолетних, поэтому все действия происходят со строгого разрешения полиции и со строгого удавления в наших предполагаемых шагах. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» появился в Москве после того, как девочку Лизу Фомкину нашли погибшей. После этого страшного случая стало понятно, что необходима разработка новых методик для более быстрого поиска людей. Сейчас отряды «Лиза Алерт» работают практически во всех регионах страны. У них есть сайт и круглосуточный телефон доверия. Есть такой телефон и в следственном управлении. Напоминаем, что в следственном управлении в круглосуточном режиме функционирует телефонная линия ребенок в опасности с коротким номером 123, позвонив на который взрослые либо дети могут получить конкретную практическую помощь. Для спасения и поиска детей задействованы все силы. Новейшие разработки, специально обученные собаки и, конечно, неравнодушные люди. По данным, представленным нам в «Лиза Алерт», за прошлый год в России поступило более 550 заявок о пропаже детей до 13 лет. Практически все вернулись домой. От 12 до 17 лет пропало почти тысячи детей. Также почти все найдены живыми. Мария Рудая, Олег Парамзин, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город».